Друзья, всем привет! Наконец-то мы приехали из Дагестана и сейчас я вам хочу показать трейлер, что вас ждет в ближайшее будущее. Конечно же, первым делом мы посетим самое распиаренное место в Дагестане. Это Сулакский каньон. Место невероятной красоты. И самое интересное, что цвет воды меняется в течение дня. От бирюзового до такого сероватого цвета. Каждому советую его посетить. После Сулакского каньона мы отправимся в село Хучни и посетим Ханаксов водопад, в котором я изрубаюсь. Это невероятный памятник природы высотой в 30 метров и невероятной силой этот водопад. Также в этом село Хучни есть средневековая крепость с семи братьев и одной сестры. Она называется Хучнинская или Агдынская крепость. Она расположена на высоком отрывистом холме над ущельем, прямо над селом. Побывать в Дагестане и не посетить самый древний город в России, город Дербент, это просто непозволительная роскошь для любого туриста. Нынешняя крепость это новодел, который датируется 735 годом нашей эры, но по некоторым данным, данному городу более 5000 лет. И он внесен в всемирное наследие ЮНЕСКО, как самый древний город в России. Ну а сейчас мы приехали в Джума-мечеть. Одно из главных местопримечательностей старинного Дербента является Джума-мечеть. После этого мы отправимся в город Герой Грозный и я расскажу свои впечатления о данном городе. Затем мы отправимся в аул Гамсутль и сложно даже себе представить, что данному селу насчитывается более 2000 лет, а по некоторым иранским архивам он приравнивается к городу Дербенту и насчитывается около 5000 лет. Мы прогуляемся с вами по данному аулу и посмотрим архитектуру данных сооружений. К сожалению, жители покинули данное село, а последний житель умер еще в 2015 году. После этого мы посетим единственный в Дагестане подземный водопад. Он называется Салтинский подземный водопад. К сожалению, мы приехали тогда, когда речка Салта, которая питает данный водопад, не была полноводной. И там всего лишь текла небольшая струйка. Но, к счастью, я в интернете нашел несколько фотографий и вставил вам, чтобы показать, каким бывает данный водопад прекрасным. После этого мы посетим святое место всех дагестанцев и чеченцев. Это Гемринская оборонительная башня 1830 года постройки, где 16 добровольцев сражалось против 3000 царской армии. И был убит первый имам Дагестана и Чечни Гази Мухаммад. Также посетим Карадахскую теснину. Это уникальный памятник природы. Узкий каньон высотой до 170 метров и длиной где-то в 400 метров. Созданная речкой Квартах, которая напоминает проход в другой мир. В центре Дагестана, на Хунзакском плато, в высокогорном селении Хунзакс, расположился еще один уникальный памятник природы. Один из самых высоких водопадов в России и самый высокий водопад на всем Северном Кавказе – это водопад Тобот. Его еще называют Хунзакский водопад. Высота падения воды составляет более 70 метров. Также недалеко от водопада Тобот, буквально всего в каких-то 12 километрах, находятся Матласские пещеры. Пещерами это место назвать очень сложно. Другое название – это Каменная чаша. Своего рода это теснина или расщельна в скале, длиной примерно в 70 метров и шириной около 40. Высота стен около 50 метров. Снизу место не напоминает чашу, но если подняться наверх, то образует свод, как будто чаша. А буквально в двух километрах от каменной чаши расположился Матласский водопад. К данному водопаду можно спуститься и пройти внизу возле него. Надеюсь, вам будет интересно. Ну а на сегодня все. Всем спасибо и пока! Субтитры подогнал «Симон»